Ты будешь меня искать? Я могу, кстати, дверью приманить, воротами. Но, что будешь делать? А, я не знал, что он так может. Братан, у меня тут это, выход. Здравствуйте, друзья, сегодня у нас с вами Outlast. Его не было около трёх недель, и как раз с момента того ролика, когда я проходил игру полностью без камеры. Но сегодня вы увидите один из роликов, который предложили в комментариях. Тоже довольно стандартная тема, это я думаю о том, как пройти Outlast без убийств, да, и как-то удивить вас. Но, помимо того, что прохождение без камеры уже состоялось, пришло время заценить самое медленное прохождение этой игры. И из-за того, что оно будет самым медленным, скорее всего, оно выйдет в двух частях. Итак, я загружаюсь в административный блок, всё как обычно, и это будет прохождение без спринта, да, получается, без ускорения. На самом деле, странная тема для ролика, я понимаю, притом, я уверен, она уже была за столько-то лет с выхода игры, да. Но, тем не менее, погонь тут будет очень много. И бег, соответственно, точнее, ускорение, да, это основополагающие игры. Поэтому, думаю, будет интересно пройти ключевые места с противниками. И плюсом я добавил сюда ещё то, что я не могу пользоваться пробелом. Но, вернее, как? Я могу им пользоваться только для того, чтобы перепрыгнуть какое-то препятствие, соответственно, да. То есть, перемещаться буду исключительно на своих двоих, притом в режиме ходьбы. Ну и давайте приступим. Не знаю, к сожалению, когда выйдет вторая серия, постараюсь к концу недели. Ну а пока не забудьте этой поставить лайк. И, конечно, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Может быть, ещё что-нибудь в комментариях вы мне предложите по поводу этой игры. Потому что, напомню ещё раз, тему для этого ролика я взял именно оттуда. Момент таков, что я ещё не собираюсь пользоваться никакими тут багами, гличами и так далее. То есть, исключительно пытаться выезжать на геймплейных особенностях. Я уверен, у меня уйдёт около полутора часов для того, чтобы добраться сегодня только до середины игры. Потому что, уверен, и смерти будут, уверен, и какие-то затупы будут, из-за которых главный герой тоже помрёт. Но, как вы понимаете, смотреть тупо за тем, как я хожу по моему от Месси, его не особо интересно, да? Поэтому я, наверное, буду к вам возвращаться только в каких-то ключевых моментах. А начнём мы, пожалуй, с конца административного блока. Друзья, продолжим через пару секунд после коротенькой рекомендации. Друзья, если вы хотите душевно провести вечерок за любимой игрой и понаслаждаться приятной атмосферой, хочу посоветовать канал Мэд Лейбла. Ежедневные увлекательные прохождения самых классических игр, приправленные очень душевным и добрым ведущим, которые не заставят вас скучать по вечерам. Ссылка на его канал будет в описании к ролику. Рекомендую ознакомиться с материалом и подписаться на канал. Ну и начинаем мы, в общем-то, с появления Криса. Как вы понимаете, в этот раз я ничего особо придумывать не буду. То есть, если он приходит сюда, единственный способ, как от него уйти, это спрятаться в шкафчик, чтобы он проверил соседний. Ну, так и придётся поступить. Да, коридоры тут будут, кстати, мега длинными. Поэтому я не знаю, как буду продумывать маршрут. Но, тем не менее, пускай эта скотина уже уходит. И сейчас нужно выходить. Дверь закрыл. Нормально, кстати, что благодаря админблоку всё стало в разы лучше, да? Но здесь ещё будет один буйный пациент. Помним, что с ним делать. Тут, наверное, придётся воспользоваться. Вообще, я, кстати, играю на нормальном уровне. Поэтому, если он меня и вырубит, то где-то с трёх ударов, кажется, да? Ну ладно, будем проверять всё по ходу прохождения. Насколько я помню, этот придурок начинает выламывать дверь, когда ты включаешь вот этот первый переключатель. Я говорил, баками пользоваться не буду, да? Ну ладно, я думаю, вы не против, что я там нажал присед, и тем самым у меня анимация вон прервалась. Ладно, сейчас момент таков. Я, короче, открываю это, закрываю это. Вламываться он не будет, он, скорее всего, просто дверцу откроет. Так, нажимаем, и, наверное, прячемся под кровать. Если он, конечно, вообще сейчас пойдёт сюда. Вот это я протупил сейчас. Он всё-таки выламывает эту дверь. Ну и урод. Это полноценное уродство, и правда называется. Ну, туда я не знаю, как сейчас правильно с ним поступать. Вообще, кстати, у меня есть идея. Смотри, мы можем его сейчас сагрить, да? И смотри, видишь, я иду, я не бегу. Притом, кстати, с учётом того, что я... Он не сагрился. Прикиньте, это было... Это было гораздо легче, чем я думал. А ведь благодаря таким особенностям неплохо раскрываются вот эти косяки, да? То есть обычно здесь тебя палит, когда ты shift один раз нажимаешь. Стоит тебе выйти за спиной пациента, так всё, он тебя сразу не слышит, не видит. Ну и хорошо. Получается, открываем. И останется только спокойно свалить отсюда. Только проблема какая маленькая есть. Этот урод сейчас из ниоткуда может появиться. А если он это сделает, то... Ну да, он, по идее, должен в этот коридор пойти рано или поздно. И, по-моему, я даже, кстати, его слышу. Хотя это и так стандартно. Да. Дарова, братан. Чё, будешь нападать, нет? А, он повернул, ты иди сюда. Ну, ударяй, ударяй, ударяй. Хорошо. О, чёрт. Здесь, короче... Да, здесь такая проблема. Он не дал закрыть себя. С четырёх ударов, кстати, прикиньте. Он меня, походу, только вырубает здесь. Дверь закрываем. Ой-ёй-ёй-ёй! Ну, это было гораздо легче, чем я думал, на самом деле. Точнее, кстати, да, на Q и на E можно выглядывать. Ну, смотри, теперь можно тупо идти за ним. И далее можно спокойно развести его на хит. То есть, чтобы завести его в кабинет. Развод. Ой, блин, ты ещё оборачивайся тут за мной. Клоун классно прописан в этой игре. Он опять идёт в эту сраную комнату. А здесь нет выхода, да? Не вентиляции. Не, абсолютно ничего. Там мне придётся опять прятаться в шкаф. Ну, всё, нормально, он вроде ушёл. Ну, в общем, начало, что я могу сказать? Начало, оно такое здесь, да, мои господа. Ой, не вовремя ты тут появился, братан. Ну, я, кстати, знаю, как с ним сейчас поступить. Мы можем вот эту дверь открыть. Ага. Давай спокойно заведём его сюда. Ударь меня ещё раз. Молодец. И теперь закрываем. Всё. До свидания, дружок. Теперь ты можешь её долго выламывать стоять. А мы в это время как раз успеем свалить. Ну, если даже свалить я не успею, во всяком случае, отхил меня точно ждёт. Поэтому делаем вот так. Отлично. Ну, и сваливаем. Не знаю, через дверь мне придётся клипаться или нет. Надеюсь, что нет. Но всё, он меня, короче, просрал. Ну, ладно. Начало игры хоть было положено. Ну, это, кстати, было довольно специфично. Так, возвращаемся именно к экшену, да? Значит, чел, который сбивает охранника. Их тут будет двое. А я плохо помню стратку, когда с одним хп это дело проходил. Ну, ладно. В общем, момент такой. Мне сейчас надо как-то обыграть вот этого чела и нажать на кнопку. По-моему, если потом ты перезапускаешься с контрольной точки, то один из челов пропадает. Как раз, по-моему, вот этот. Поэтому нажимаем. Этого мы пытаемся отодвинуть. Перепрыгиваем. И сейчас надо закрыть его. Закрываем. Замечательно. Ну, отдышаться у меня вряд ли получится. Притом, кстати, тут мужик тоже будет, да, пешком идти. Что не очень хорошо. Отдышался, нет? По-моему, не особо. Ладно, будем смотреть, что тут по скорости. Не, по скорости я проигрываю ему, к сожалению. Хотя, погоди. Если срезать углы... Да, если срезать углы, то нормально. Майл сможет отдышаться, а этот придурок до нас не дойдет. Он, кстати, вообще потерял меня. Странно. Ну, это было лучше, чем я изначально планировал, как пройдет. Так, следующий интересный момент. Душевая с братцами. Ну, тут, как вы понимаете, я особо выпендриваться не буду. Ну, здесь у нас тактика одна и та же. Это, собственно, выйти через окно. Ну, в общем, да. Сейчас что-нибудь придумаем. Три, два, один. Ну, и запрыгиваем. Какая разница? Все. В крайнем окне их, естественно, уже не будет. Поэтому можем спокойно выбираться, да? Ладно. И, по-моему, все, что остается именно в тюремном блоке, это единственная встреча с Крисом. Вот там, кстати, будет правда сложно. Я помню, на этом Insane моде, что ли, проходил. Insane плюс, который. Это было невыносимо. Посмотрим, что будет сейчас. А вот теперь, между прочим, будет гораздо сложнее. Итак. Значит, этот придурок появляется где-то здесь. Вообще, сюда бы... Да, какую-нибудь кроватку вот, под которую можно залезть. Давай сюда попробуем. По-хорошему, я мог бы его, кстати, завести в эту комнатушку и закрыть. Но, блин, он такой тут огромный. Я не уверен, что у меня получится. Можно, кстати, теоретически просто дождаться, когда он пройдет другой конец коридора. И потом мы его, соответственно, уже закроем. Давай, давай, проходи, проходи. Ну, сейчас попробуем несколько страток одновременно, короче, использовать. Давай. Иди. Иди. Молодец. И здесь я даже, кстати, прыгать не буду. Я думаю, это лишнее внимание привлечет. Вот и все. И здесь даже перепрыгнуть перилу не буду. Все, этот придурок, короче, застрял. Единственное, если он здесь не агрится по, ну, скрипту какому-нибудь, да? О, понял. Ну, это, наверное, я сейчас был виноват, кстати. Да не суть. Я могу опять под кровать, короче, нырнуть. Даже если... Это и правда я его сагрил только что. Нормально я так, кстати, по времени здесь уже валяюсь. Я просто по звону его цепей не понимаю, в какую сторону он сейчас уходит. Но, похоже, он, кстати, идет ко мне. То есть теперь придется тупо ждать, когда этот придурок пойдет вот в обратную сторону. Я слышал звук, как будто он спрыгнул вниз. Да и хрен с ним. Поехали. Ну-ка. Все, его вроде нет. Да, нормально. Теперь, кстати, можно его и агрить спокойно. Он уже нам абсолютно не страшен и ничего не сделает. Кстати, вот, честно вам скажу, до момента с доктором за этот сегмент я переживал больше всего. Но, оказывается, он мега легкий, потому что есть где прятаться. Ну, я тут. Ты будешь меня искать? Я могу, кстати, двери приманить воротами. Но, что будешь делать? А! Я не знал, что он так может. Братан, у меня тут, это, выход. Если дать ему себя ударить один раз, отлично. Он меня как раз, кстати, бустанул еще в этот проем. Ну, все. Поэтому найдешь меня в следующий раз, братишка. Но, часть хотя бы заготовлен, да? Половина того, что я сегодня хотел пройти. Итак, канализация, часть 3. Здесь первая встреча с Крисом. Ну, я опять же не думаю, что она будет сложной. Я даже, может, попробую чисто на мясо попробовать ее в первый раз осилить. Итак, момент номер один. Я могу попробовать пойти не в правую сторону, а в левую. По-моему, здесь есть этот. Здесь должна быть какая-то труба, в которую можно прыгнуть. Вот сюда, наверное, да? Ага. Только здесь тебя Крис, к сожалению, палит. Ну, опять же, понимаете, да? Дождемся, когда он уйдет. И, соответственно, уже вынырнем. Да, патрулирование у него здесь, конечно, мега интересно. Если он пошел полностью в левую сторону, тогда я в правую пойду. Не, посмотрите на этого, идиот. Он треугольником просто ходит здесь. Ты серьезно? Я такого не совсем ожидал от данной игры. Я думал... Он меня, кстати, не ударяет почему-то. Я не думал, что он здесь настолько тупой, что будет вот таким маразмом буквально заниматься в прямом смысле этого слова. Он проходит 2 сантиметра и сразу поворачивает обратно. Гениальная пропись Криса Уокера. Гениальная. Хорошо, давайте тогда я вообще тупить сейчас не буду. Я сразу ухожу вот в левую сторону. И чтобы он меня не запалил, да, я перехожу вот сюда. Теперь, по идее, у него маршрут не должен сломаться. Он не должен именно патрулирование вести. Он должен просто гулять тут. Я слышал, как он только что, кстати, еще перепрыгнул вот эту дощечку, да, через которую главному герою надо тоже будет перепрыгнуть со временем. Ну все. Хотя бы первый вентиль у меня теперь свободен. Проблема номер 2. Он сейчас пойдет сюда. Здесь есть угол, в который можно сесть, по идее. А я, наверное, так и попробую, кстати, сделать. Опа! Батарею, наверное, брать не буду. Это бесполезно. Ну все. И теперь он по скрипту, по-моему, должен появиться в конце маршрута. Блин, в данном случае уместно было бы сказать, никто бы не сомневался. Но он появился немного позже. Короче, да, есть варик, что я просто в этот угол сейчас сажусь. Жду, когда он пойдет вон туда, дальше. Ну и, соответственно, в какую-нибудь трубу там нырну. Я уже проверял на Insane Plus. Он тебя здесь и правда не видит. Главное, чтобы он вентиль пошел проверять. В противном случае все будет очень плохо. И... Молодец. Все. Теперь, получается, в трубу вообще можно не прятаться. У нас с ним скорость примерно одинаковая. Вот так. Вот вам и королевские разводы в этой игре. Здесь главное просто понять, в какую сторону эти придурки вообще уходят. Здесь мы получаем сохранение. Вообще можно щитернуть, когда получаешь тут сейв. То есть ты перезагружаешься с него. Крис пропадает полностью. А ты уже, по сути, можешь спускаться вниз, да? В саму канализацию. Но я думаю, пройти это дело, как вы говорите, по-честному, да? И, по-моему, все, что останется потом, это погоня. Ну и все. Канализация, по идее, будет закрыта. Ну вот и все. Он пошел гораздо дальше. Конечно, слух у него гораздо лучше, чем у других пациентов. О, он сейчас не развернется? Понял. Обожаю эту... Обожаю этот сегмент. Прям, вот знаете, жить без него не могу. Может, ты еще в мою сторону как раз пойдешь, да? Тебе что-то всегда рады. А он, кстати, так и сделал. Посмотрите на этого идиота. Он реально идет теперь сюда. Офигенное патрулирование, братан. Ну я сажусь в этот угол опять. Кстати, на таком приличном расстоянии можно держаться от него, я думаю. Ага. Сейчас только дождемся, куда он пойдет. В любом случае, если он меня завалит, сохранение у меня уже есть, правильно? Поэтому... Чего я тут лишний раз переживаю на этот счет? Ну и попробуем тогда вот так пройти. На картонах. Не знаю, не уверен, хорошая эта идея или нет. Но ничего. Давай-давай-давай-давай. Хорошо. Вот и все. Ладно. Этот сегмент был пройден. Но это было, кстати, мега отвратительно, если что. Кстати, возможно, у вас еще появится такой вопрос, почему я не лутаю батарейки. Каждый раз, когда ты перезапускаешься с сохранением, они снова будут лежать в кармане игрока в размере двух штук. Поэтому просто не вижу в этом никакого смысла. Еще один, кстати, момент с этим верзилой огромным. Но тут страта легкая. Так же, как я проходил без камеры. Ну, условно, да. В общем, тут есть где-то ящик. Вот этот ящик, да. И сейчас просто по звуку игры надо ориентироваться. И попытаться обойти этого козла. Притом, про выглядывание, да, не забываем. Где он тут? Вон он. Сейчас посмотрим, в какую сторону он пойдет. Ага. И все. Пускай прогуливается дальше. Тем более я без ускорения. Главное только, чтобы он не развернулся. Он, кстати, здесь двух ударов, да, вырубает на нормале? Ну вот. То есть все, спокойно гуляем. Звуков нет. Ну, почти. Ладно, звуков нет. Один раз он может меня ударить. Здесь главное еще ведь углы срезать. И делаем прыжок. Все. Ладно, это было уже неплохо. Теперь мужское отделение. Поехали. По поводу доктора теперь поговорим. У меня есть одна страдка, что делать с этим уродом, которым он бежит на меня. Я могу сейчас зайти за угол. И если повезет, он задиспавнится. Если не повезло, то... Ну-ка. Все, его нет. Не знаю, легально или нет. Можно было бы, конечно, обойти его через вот левую арку. Но не суть. Я наткнулся на эту штуку, помню, спонтанно. Мега случайно. Но здесь она хотя бы пригодилась. Ну, поехали. Теперь сегмент, собственно, с погоней. Тут можно, если что, дверь закрыть. Но эти ребята и так, по-моему, дверь не выломают, пока ты не пройдешь в нее. Тут чисто на скорости все решается. Закроем, понятное дело. У меня только один вопрос будет. Как я перепрыгну в финальную вот эту пропасть, если там вроде нужно ускорение? Почему-то до меня это только сейчас дошло. Ладно, проверим. Никуда не денемся. Ни хрена себе. А вы уверены, что вы... Блин, окей, они прорвались. На самом деле, понятно, они не успеют. Тут, тем более, дверь-то закрывается так или иначе. Ага. И... Ладно, ладно, даже если она не закрывается. Я все равно пережду в этой вентиляции сраной. Вот и все. А вот сейчас будет, кстати, сложный момент. Ну, пойдемте. Чего они там бегают пока, да? Сейчас прыжок будет решать здесь абсолютно все. Получится или нет. Углы, соответственно, мы срезаем. Ну, как вы понимаете, даже если небольшое ускорение придется сделать по итогу, только ради прыжка, не более того. Поэтому я, наверное, один раз дам им себя ударить. Где вы там? Ну, ударь меня один раз. У тебя есть хорошая возможность прямо сейчас. И... Стоп. А сохранение... Блин, а я сохранение не получил, да? Ну, в общем, я примерно понял. То даже если на самый край встать, да, все равно придется тебе сделать прыжок по итогу. А именно, вернее, с ускорением, да? Ну, получается, первое ускорение в данном челлендже. Странно, что оно вообще здесь, конечно, активно было. Но без него, как вы понимаете, не получится. Ну, что ж, тогда небольшой спринтик к господину Майлзу только для того, чтобы он долетел. Но, опять же, он тут длится около одной секунды всего лишь. При этом, кстати, мы еще проверим, можно ли теперь спокойно будет дойти до лифта. Там, скорее всего, плевухих все равно придется получать. Но остается только доктор. А с ним будет всего лишь две встречи. Не думаю, что они будут какими-то сложными, да? Притом, кстати, когда я перед этим трамплином проходил, я слышал, что некоторые пациенты почему-то промахивались по мне. Им не хватало времени на удар. Ну, ладно. Позиция Майлза, как говорится, менялась. Ну и все, две встречи с доктором. И на этом, наверное, первую часть пока закончим. Понадобится ли еще ускорение здесь? Вот заодно мы это и проверим. А врагов, кстати, я слышу, тут очень много. Закрывай. Хорошо. Давай, я готов к тебе ехать. Кстати, немного перепутал. Тут же будет три встречи с доктором, а не две. Ну ладно, не страшно. Первая все равно будет довольно простая. Пускай администратора немного сагрится. Все, пойдемте. Не думаю, что это будет сложный сегмент. Именно вот этот. Правда, бедному администратору придется пострадать. Ладно. Добираемся, в общем, до тележки. Я, кстати, совершенно не уверен, зачем сейчас двигаю ее. Я прекрасно понимаю, что мне придется перезапускаться еще много-много раз тут с контрольной точки. Ну да ладно. В общем, доктор появится где-то вот здесь. Ага. И лучше я присяду в данном случае. Ты серьезно спалил меня? А для чего? Ну, неважно. Мы его можем заманить сюда. И... Ого. Ладно. Ну, в общем, тоже своего рода план. Тогда двери просто закроем. Сюда и сюда. Я понимаю, этот придурок их сейчас выламывать начнет. Но деваться некуда. А, нет, он их тут открывает. Прикинь. Понял. Попробуем выйти через вон ту дверь. Не уверен, кстати, пойдет он за мной тут или нет. Но двери, если что, тут все открываются. Ладно. Буду тогда на звук, видимо, ориентироваться. А если что, под кровать нырять придется. Блин, что вы орете? Они агрят его, видите? Постоянно своими криками. Ну, короче. А кто бы сомневался-то? Ладно. У меня тут, если что, кровать под нее сигану. Все. Ждем, когда этот дебил теперь уйдет. Блин, у меня сейчас такой был шанс. Он все это время обходил меня, ты представляешь? Хотя, кстати, ему сейчас понадобится время эти кровати, да, все обойти. Тогда дверь-то я открываю и сразу закрываю. Понятное дело, пока он без тревоги, он их чисто открывает, но времени мне хватит. Ну, вторая встреча уже была покруче, но хотя бы перезапусков, что ли. Уже ведь гораздо лучше, правильно? Открываем. И закрываем. Все. Остается встреча номер три. А вот и момент номер три. Итак, ключ. Если сейчас я спокойно добираюсь до лифта с первого раза, это будет очень странный момент, конечно. Туда залезть нельзя, поэтому подождем в углу. Может быть, он пойдет гораздо дальше. Если что, придется в следующий раз перезапускаться и уходить в комнату назад. Но челлендж, кстати, идет вполне неплохо. Я думал, все будет гораздо хуже. Так, аккуратно. И перепрыгиваем. Здесь, кстати, двери уже будут, которые можно позакрывать. А теоретически, с таким стелсом, как у меня, он бы не успел добраться до лифта. Но я думаю, на этом первую серию, в принципе, можно закончить. Первая половина игры, она всегда самая бодрая. Потом посмотрим, что будет со второй, ведь там будет погоня еще больше. А с вами был Спектер, это был Outlast только ходьбой. Во второй серии мы обязательно продолжим. Будет она, наверное, уже в конце недели. Почему именно так, объясню в отдельном ролике, который скоро выйдет. Не переживайте. Ну и все. Тогда предыдущие серии... Подожди, предыдущие выпуски по Outlast в конечных заставках на экране. Не забывайте про лайк и подписку на канал. Ну и услышимся во второй части. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok